Сегодня по всей стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в первую очередь связана со страшными событиями, произошедшими 11 лет назад в Беслане. В Мурманске памятная акция состоялась в сквере на проспекте Кирова. В парке установили три дерева красного цвета. К ним в память о погибших белыми лентами привязали 334 бумажных ангела с колокольчиками. 2004 год. Первая школа Беслана. Во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы взяли в заложники учителей, школьников, их родителей и близких родственников. В течение трех дней террористы удерживали более тысячи человек в заминированном здании школы. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Более 800 человек получили ранения разной степени тяжести. В память тех трагических событий с 2005 года в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Разве так бывает, что взрослые губили малышей? Нет! Старшие всегда оберегают, а эти не походят на людей. Кто право дал вершить людские судьбы и нежные сердца злой болью наполнять? Еще вчера они учить пытались буквы. Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать. В столице Заполярия памятную акцию провели в сквере на улице Кирова, напротив технического университета. Почтить память погибших пришли несколько десятков студентов. Большинство из них первокурсники, ровесники погибших первоклассников. Они с ужасом вспоминают, как из новостей узнали о теракте. В 2004 год я пошла в первый класс. И эти дети, которые погибли при этом страшном теракте, они наши ровесники. Это очень страшно, на самом деле. Я узнал вообще это по телевизору, узнал об этом происшествии. Ну, конечно, я могу сказать, что это очень грустно. И я никому не пожелаю такого, чтобы родители теряли для детей. Мне кажется, это самое страшное, что может быть для взрослого человека, для родителей. Именно для матери, для отца. Я чту память, но это понятно, что всем плохо от этого. Ну, вот, я пришел сюда, чтобы почтить память, отдать должное. В сквере организаторы установили три красных дерева. К ним белыми лентами привязали 334 бумажных ангела с колокольчиками и именами погибших. Деревья – это как символ жизни, как символ вот этой вот красной дереве, как вот яркой в крови, можно сказать, жизни. А ангелы, потому что это душа тех погибших в Беслане. А колокольчики у нас привязаны вместе к ангелам, потому что, к сожалению, эта трагедия случилась 1 сентября, и для них, к сожалению, не прозвучал первый школьный звонок. Мы хотели, чтобы он звучал хотя бы у нас здесь на акции. Эти красные деревья с ангелами организаторы установят в виде инсталляции в Доме молодежи и в Молодежном центре гражданско-патриотического воспитания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова